Привет, дорогие друзья! Сегодня я подумала, что возможно вам будет интересно узнать, какие изменения в моей покупательской активности сделал Project Pan. Если вы не знаете, если вы вдруг новичок на моем канале, во-первых, не забудьте подписаться, потому что вас ждет много интересных видео. Поставить лайк этому видео также не забудьте, также проверить мой инстаграм. И, если вы не знаете, вдруг я с мая по сентябрь делала Project Pan, 45 продуктов, пыталась их закончить, использовать, выяснить, нужны они мне или нет. И, естественно, в это время я старалась ничего не покупать. Также для ограничения покупок еще одна причина – это минимализм. У меня о нем есть отдельное видео, я оставлю ссылочку внизу в описании этого видео, посмотрите, если вам интересно. Если вкратце, то я как-то внезапно проснулась утром и обнаружила, что у меня очень много средств макияжа, очень много средств по уходу за собой, которыми я пользуюсь мало, либо вообще покупаю. Один раз попользовалась и забыла о многих помадах и других средствах для макияжа. Например, точно так же с одеждой, то есть купила, один раз одела и забыла об этом. И это не очень правильно. Я начала Project Pan, чтобы посмотреть, как я буду расходовать продукты. Он, кстати, вам всем очень понравился. Спасибо за вашу поддержку. И вот сейчас начну второй Project Pan и подумала, что будет интересно поделиться с вами, что же я купила за эти месяцы Project Pan. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам интересно видео также об одежде, потому что я старалась ограничивать себя, свои покупки не только в плане декоративной косметики, не только в плане средств по уходу за собой, но также и в одежде, и вообще во многих сферах жизни. Подходить к покупкам старалась более разумно. Так что напишите мне, если вам интересно об одежде. И давайте приступим к косметике. Большая часть будет по уходу. Я старалась подходить очень разумно к покупкам. Очень многие покупки – это мои любимые продукты, продукты, средства, которыми я пользуюсь постоянно. Но я купила их сразу с запасом в низких экземплярах, потому что, например, были скидки в Рив Гош, где только эта марка представлена, или было какое-то хорошее предложение на них. Я купила их, потому что я знаю, что я буду их использовать. Точно буду. И почему бы не сэкономить. Много средств, кстати, будет для волос. Это вот такой вот бальзам для волос от Estelle Professional. Курик Sunflower. С уве-фильтром. Хороший увлажняющий бальзам. Использовала в последних пустых баночках. Я оставлю ссылочку на них тоже внизу. Была законченная баночка этого бальзама. Хорошо увлажняет кончики волос. Прямо чувствуется увлажнение. Насколько защищает от солнца, не могу сказать. К сожалению, это никак не измерить. Но мне очень нравится. Я знала, что я буду его использовать. Поэтому купила. Вот такой вот спрей. Лак для волос. Листафорд. Хайр спрей. Стронг холд. Вообще, Листафорд. Очень люблю эту марку для волос. Продается она только в Рив Гош у нас. Есть еще в магазинах типа Ленты и ОК. Но там не вся линейка. Купила. Показываю вам один флакончик. На самом деле, я купила их три или четыре. И несколько уже закончила за это время. Люблю этот спрей для волос. Лучше для меня дает очень гибкую фиксацию. Но вместе с тем хорошую фиксацию волоса. Можно его распылять на кончики. При этом, что он делает с кончиками волос, что мне очень нравится. Он, знаете, не дает дыма склеиваться в сосульки на ветру. Мои тонкие волосы имеют такую тенденцию, что их нужно каждый раз расчесывать. Если зафиксировать кончики волос с этим лаком, они остаются подвижными с одной стороны. С другой стороны, очень расчесанными. Также для проблемы роста волос, того, что у меня волосы хочется, чтобы росли лучше. И кожа головы чувствительная. Моя любимая маска для волос. Тоже купила ее в нескольких экземплярах. Один уже подходит к концу. Это Листаффорд Тритмент. Вот такая вот масочка. Это масочка для кожи головы. Очень хорошо успокаивает кожу головы. Действительно, если вдруг начинается выпадение волос из-за неподходящего шампуня. У меня еще может начинаться, когда в жару я плохо промываю кожу головы, например. Использую неделю, каждый день все проходит. Это просто бежить не могу без этой маски, поэтому покупаю ее постоянно. И такой же вариант из этой же серии, только Лив-Ин Тритмент. То есть сыворотка для кожи головы из этой же серии. Лив-Ин Тритмент. Про Гроуф Комплекс и Шот оф Кофеин. Нравится мне меньше, но очень удобно в поездках. Когда в отеле не очень хочется тратить много времени на то, чтобы делать маску в душе. Вот такой несмываемый уход для кожи головы очень хорошо. Его купила повторно, или даже третий раз. Не знаю точно, но только одну бутылочку. Потому что я им пользуюсь не так часто. Ну и на пробу также купила от Листаффор Техновый продукт. Кристалл Шампу. С морской солью для объема, я так понимаю. Дело в том, что несмотря на то, что у меня кожа головы чувствительная, она также довольно капризная в плане очищения. И вот это вот все от сухих шампуней, от лаков для волос, от масок. Остаются частично эти продукты в волосах, когда я пользуюсь, например, деликатными шампунями. И нужно более глубокое очищение моей кожи головы, иначе она тоже начинает раздражаться. К этому я сейчас еще перейду. Купила на пробу. Не знаю еще ничего о нем. Это их новый продукт. Поэтому буду пробовать. Так, еще один на пробу продукт от Листаффорд. Точнее, еще два продукта от Листаффорд будут на пробу. Это Коко Локо сухой шампунь с кокосом. Попробую. Пока ничего не могу о нем сказать. И вот такой вот спрей. Коко Натт Спритц. Looks like milk, acts like oil. То есть спрей не смывайка. Хочу его попробовать как альтернативу моему Треткин спрею 25 Benefits. Не знаю, как пойдет. Во всяком случае, у них есть разница в цене, на самом деле. Но если Реткин брать на английских сайтах, по акциям, то не такая уж большая. Но я заметила, что Реткин мне очень нравится. И там есть кокосовое масло. Но на последних, где-то в середине списка, здесь в начале, не знаю. Пока не пробовала. Так, к вопросу сухих шампуней. В пустых баночках последних рассказывала о давшем сухом шампуне. Мне не понравился из-за аромата в основном. Ну, объем придавал хорошо. И решила попробовать другие шампуни. Батист я раньше пробовала. Этот взяла для объема как раз. Конкретно его еще не пробовала. Посмотрим. И сейчас пользуюсь Шварцкоп Биотин Волюм. С комплексом биотин. Вот таким вот шампунем сухим. Эта линейка имеет очень сильный парфюмерный запах. Такой сладкий-сладкий парфюмерный запах. У меня была сыворотка для кончиков из этой линейки Ультим. Я не смогла ей пользоваться, потому что просто запах оставался, оставался, оставался. Но с сухим шампунем, как ни странно, я могу пользоваться. Может потому, что он на корнях, не на кончиках. И не так сильно мне в нос бьет. Не знаю почему. Но даже нравится. Может быть, просто сейчас такое осеннее настроение на сладкие ароматы. Но мне нравится этот аромат. Единственный нюанс у этого сухого шампуня. Здесь так и написано в инструкции. Его нужно распылять точно согласно инструкции. В инструкции написано, что его нужно встряхивать перед каждым нажатием на распылитель. Если его распылять, просто пострясти, потом начать распылять, раз нажать, два нажать. На втором нажатии будет белый порошок. На волосах будет как белый тальк, пудра. Если встряхивать перед каждым нажатием, такого эффекта нет. Очень хороший шампунь. Он мне нравится. Не так сильно оставляет в волосах вот это вот пудровое клейкое ощущение. Не так сильно придает объем, как дав. Но хорошо очищает. И, как ни странно, мне нравится запах. Также была у парикмахера, подрезала кончики. И она упомянула, что у меня волосы ломкие. То есть такой тип волос ломкие. И я поискала в интернете. На английских сайтах очень рекомендуют серию Эльцеф с аргенином для ломких волос. Я подумала, почему нет, и купила всю серию. Как раз у нас было жаркое время, голова потела, как и вся я. И в такие периоды моей коже головы нужно хорошее очищение. И деликатные шампуни без сульфатов, как правило, не справляются. Кожа головы начинает раздражаться от того, что она недостаточно хорошо очищена. Поэтому вот этот шампунь у меня очень хорошо пошел. Как видите, половину использовала. Сила аргенина. Он не с содиум лаурилсульфатом, а с аммониум лаурилсульфатом. У меня на аммониум лаурилсульфат реакция менее выраженная, чем на содиум лаурилсульфат. Голова не так сильно чешется. И в жару, когда постоянно потеет кожа головы, постоянно пачкается сильнее, очень-очень хорошо очищает этот шампунь. Он без силиконов, специально для слабых волос, склонных к жирности. Такой прозрачненький. Это light версия. Это обычная, я думаю, мне бы не понравилась. Также купила бальзам ополаскиватель укрепляющий. Почти его уже доиспользовала из этой же линейки. Нравится. Хороший бальзам. Бальзам мне очень понравился. Буду, наверное, даже повторять. Также взяла маску. Из этой же серии маска. Ну так, довольно густая. Не заметила какого-то разницы по действию между день и бальзамом, на самом деле. Наношу, кстати, и бальзам, и маску, и на корни волос тоже, на кожу головы. Волосы от этого не вернятся, хуже не выглядят, нравится. И последнее купила вот такую вот несмывальку. Экспресс-кондиционер двойной эликсир. Из этой же серии. Такой вот он двойной. Его нужно сполтать. Он таким вот розовеньким становится. Думала тоже, что может быть замена Редкина. Но нет. Единственное, что я тут начала сушить волосы феном опять. Несколько раз в неделю. И заметила, что при сушке феном Редкина недостаточно. То есть кончики более сухие становятся. Если же я использую Редкин. Как укрепляющую несмывальку. И потом еще вот это средство. Так как здесь заявлена также защита от горячей укладки. Защита при горячей укладке. То гораздо все лучше. Гораздо лучше волосы себя чувствуют. Более мягкие. Не такие пересушенные кончики. В общем буду пользоваться им как защитой. Именно при горячей укладке. При сушке феном. Сейчас кстати у нас похолодало. И я снова вернулась к своим деликатным. Бессульфатным шампунем. Точнее одному шампуню. С iHerb я тоже оставлю ссылочку на него внизу под этим видео. Давайте перейдем к уходу за телом. Ну сначала один продукт. Который не совсем относится ни к телу. Это мой любимый очиститель для кистей от Криолан. Они изменили баночку. Вот так вот он выглядит. Обожаю его. Покупаю в больших банках. Переливаю в меньшие. И с удовольствием пользуюсь. Лучший очиститель кистей, который я знаю. Криолан у нас в Петербурге продается в магазинах маска. Давайте тогда расскажу, что я купила в путешествии по Франции и Испании. Купила вот такой вот дезодорант. Потому что мне нужен был какой-то дезодорант, которым можно было пользоваться в середине дня. Который бы и освежал, и продлевал защиту, и придавал легкий аромат. Купила до этого другой дезодорант. Выбросила его, потому что просто задыхалась и кашляла, когда им пользовалась. Ставлю ссылочку на видео о пустышках, в которых оно было. Тоже под этим видео. Такой вот крем для тела купила от H&M. Потом в магазине во Франции был огромный отдел косметики H&M. Не только декоративный, а именно уходовый. Там были лаки для волос. Все можно было попробовать, посмотреть, понюхать. И хорошо, что это было возможно, потому что иначе я купила, наверное, какое-то другое средство. А так купила именно вот этот вот Vitalizing Body Cream с алоэ вера, маслом ши, маслом какао, жажаба и миндальным маслом. H&M Conceives. Очень приятный у него аромат. Такое явно чувствуется масло. Essential Oils. Ух, понравилось. Понравилось такое натуральное, натуральное средство. Неплохой здесь состав. Рекомендую. Но единственное, что у нас в Петербурге, я нигде не нашла магазинов, где можно все это понюхать, пощупать. А так, конечно, покупать не рекомендую, потому что вам может не понравиться запах. Он довольно интенсивный. И также купила в H&M. Забыла взять с собой базу под лак для ногтей и верхнее покрытие. База неплохая, мне нравится. А вот верхнее покрытие не очень. Оно дает очень красивый глянцевый эффект. Очень блестящий. Но потом, например, если мы с моим покрытием от Revlon я спокойно нашу ногти 5-7 дней. Они начинают трескаться, но, в принципе, выглядят прилично. То с этим покрытием оно начинает прямо по самому покрытию отслаиваться. Что, ну, очень неприятно. И если ногти, допустим, ломкие, то может тянуть за собой верхний слой ногтя тоже. А база, база мне понравилась. Ну, естественно, два солнцезащитных средства. Это L'Oreal Sublim Sun 50 и L'Oreal Sublim Sun 30. Вот этот вообще даже не открывала. Достаточно было вот этого. Не так было жарко, как во Вьетнаме. Не так много нужно было солнцезащиты. Не так часто ее нужно было обновлять. Вот этот средств покупаю уже второй раз. Очень нравится. Нравится, что не липкая. Нравится, что хорошо защищает. Нравится, что после него кожа остается увлажненной, когда возвращаешься домой. Нет шелушений. Также весной покупала вот такое средство от L'Oreal Sublim Bronze. Идеальные ножки. Микроспрей. Смываемый. То есть это не автозагар. Это именно как макияж для ног. Для светлой и умеренно загорелой кожи. Должна сказать, что для моей кожи он темноват. Если вот я вот такого цвета, как сейчас. Если немножко загорелая, то вот то, что нужно. Хорошо, хорошее у него покрытие для ног. Не пачкает. Не, вот если провести там пальцем по ноге, допустим, то следа не остается. Когда потеешь в жару, тоже ничего вокруг не пачкает. Ни одежду, ни сиденья. Очень хорошее средство. Единственное, наверное, я его предпочла все-таки в геле. Легче наносить, потому что спрей я все равно наносила на руку. Или маленькими такими... Маленькими пятнами на ногу. Потом растирала. И нужно делать это в ванне. Потому что иначе все вокруг будет тоже в этом спре. А так очень хорошее средство. Смывается, кстати. Но нужно поработать мочалкой. Достаточно стойкая вещь. Так что рекомендую. Еще два средства купила по спеццене в Ривгош. Не смогла устоять. Давно-давно уже мечтала снова пользоваться вот этим вот средством. Для нашей задней части. Fab Girl Sleep от Bliss. Очень мне нравится. Это очень мягкий крем. Антицеллюлитный. Запах лаванды. Но запах лаванды не сильный. Он более сладковатый, что ли. Обожаю это средство. В нем нет алкоголя. Оно хорошо очень увлажняет. Смягчает кожу. Напитывает. И Fab Girl Scrub. Скраб солевой. С розовой гималайской солью. Очень люблю. Здесь шикарный аромат эфирных масел. Который мне очень нравится. Очень его люблю. Не первый раз покупаю. Знала, что буду ими обязательно пользоваться. О, чуть не забыла. Еще одно средство из поездки. Лак для волос от Monoprix. Это сеть магазинов во Франции. Ну, лак как лак. Не такой хороший, как мой любимый от Le Stafford. Необходимость была в покупке жидко-селесной тела. Купила я самая синенькую. Розовую мне нравится больше. Мой любимый дезодорант от Clinique почему-то перестал на мне действовать. И купила вот такой вот антиперспирант эффект пудры. Мгновенно высыхает без ощущения липкости. Отлично на мне работает. И на самом деле работает даже лучше Clinique. Так что теперь буду брать его. Так, вот такой вот крем для ног. Вернее, гель для ног Венатон. От 100 рецептов красоты. Охлаждать призван. Укреплять стенки кровеносных сосудов. Ничего не охлаждает. Мне нравится. Доиспользуюсь, благо здесь всего 70 мл. Не рекомендую. Повторять не буду. И еще одно средство. Гель для душа. Для аппетит Марселье. В стране медовых грез. Алтайский мед. Приятный аромат. Единственное, что у него довольно большой расход. Я никак сначала почти до последней, третьей бутылочки не могла понять, как его наливать. В каком количестве, чтобы было и пена достаточно, и не чересчур много. И очень неудобная упаковка. Вот эта вот вещь. Она открывается. Здесь вот все остается потом. Повторять не буду. В основном из-за упаковки. Неудобно. Так, теперь средства по уходу за лицом. Сначала покажу, что купила в поездке. Это вот такой вот крем от Aven. Cleanance. Защита. Солнцзащита для лица. 50. Но он подходит для кожи, слонных к воспалениям. Именно уменьшать призвано воспаление. И при этом защита от солнца. Такая вот интересная вещь. Не пробовала еще. Ничего о нем сказать не могу. И также купила бальзам для губ Урьяш с SPF 30. Солнцзащитный, то есть стик для губ. Им я там пользовалась немного. Очень приятный. Хорошо увлажняет. Ничем не пахнет. Мне понравился. Не жирный. Не жирный. Но очень хорошо увлажняющий. На него можно сверху наносить помаду совершенно спокойно. Купила линейку чистая линия. Гель скраб плюс маска. Крем актив против прыщей. И аквакрем мгновенная матовость. Это все серия «Идеальная кожа». Делала о них отдельное видео. Оставлю ссылочку внизу. На данном этапе я уже чувствую некоторую бесполезность дальнейшего рассказа о покупках. Потому что никто, наверное, не досмотрит. Ну ладно. Как-то даже не ожидала, что получится так много. Камера перегрелась. И даже камера мне говорит, что может хватит. Надо было, наверное, как-то разбивать. Ну ладно. Продолжить для себя. Также перед поездкой купила вот такую вот маску «Магия глины». Не хотелось тащить большую банку другой глиняной маски, которая у меня есть профессиональной. Купила зеленую с эвкалиптом. Потому что черная с углем, по-моему. Ее очень сложно смывать с лица. Она остается на волосах. Потом остается на полотенце, когда вытираешься. Такая же маска, как и с углем, в общем-то. Очень хорошая у них упаковка. Даже не скажу, что лориаль. Здесь крышечка, стеклянная банка. Все так хорошо сделано. Как люкс, прям на самом деле. Никакой разницы по тактильным ощущениям этой упаковки нет. Так. Пара таких покупок китайских. Маска, пленка с черным углем. Делала на ней отдельное видео. Посмотрите, если интересно. И вот такой вот гель для бровей. Он дает окрашивание на несколько дней. Тоже делала на нее отдельное видео. Оставлю ссылочку на все внизу. Посмотрите, если вам интересно. Ну, если, конечно, кто-то еще смотрит это видео здесь. Следующая это крем Nivea Car. Увлажняющий крем для лица. Использую его для шеи и декольте. Как видите, я уже практически доиспользовала. Здесь 100 мл. В два раза больше, чем обычная крема для лица. Баночка, ну, не лореаль. Нет ощущения люкса. Но крем очень хороший. И последние два средства это маски. Дермал с углем и с улиточной слизью. Тканевые маски. Ну, и, наконец, декоративная косметика. Если вы еще смотрите это видео, то поставьте большой палец, если вдруг еще не поставили. И давайте перейдем к декоративной косметике. Осталось уже очень-очень мало, я вам обещаю. Сначала хочу себя поругать. Купила два средства, которые не открыла сразу же после покупки. Купила в шапоголическом угаре. Такого делать нельзя. Это не соответствует Project Pan, не соответствует минимализму. Ничему не соответствует. Но вот купила. Купила кушон от L'Oreal Nude Majig в оттенке 01. Потому что у меня закончился мой от Lancome. И к концу использования я поняла, что мне, пожалуй, иногда нужен такой формат средств. Поэтому хочу попробовать. L'Oreal пишет, что это практически то же самое, что Lancome. И второе, вообще не знаю, зачем купила. Это Evo Mosaic HD Comfort плотный матирующий тональный крем. Ну и следующее средство я использовала. Это некоторое количество средств для бровей. Сначала две туши для бровей от Maybelline. Brow Precise Fiber Filler с ворсинками. Вот такие вот. Они делала тоже на них отдельное видео. Оставлю ссылочку. Обзор. Сначала купила в более светлом оттенке Dark Blonde. Поняла, что он у меня все-таки светловат. Купила потом второй Medium Brown. Игралась с ними, игралась. Из-за этого в Project Pan не закончила туши для бровей от Essence. И еще купила тоже непонятно по каким... Зачем? Два карандаша для бровей от Sephora. Водостойкий. В оттенке 04 Midnight Brown. Вот такой вот тоненький. По-моему, использовала его один раз. Не очень мне тогда понравился оттенок. Но оттенок бровей у меня зависит от настроения. Хочется потемнее, иногда посветлее. У него очень интересная здесь расчесочка. Не такая, как обычная щетка, а прям расческа. Расческа. Если еще эти тоненькие карандаши, то хороший-хороший вариант. И второй карандаш купила от Essence. Затачиваемый. В оттенке 04 Blonde. Хороший оттенок мне понравился. Но тоже им сейчас не пользуюсь. Потому что у меня есть чем пользоваться. Зачем я их вообще купила? Ну, дальше еще немножко продуктов от Essence. Кстати, у меня было отдельное видео с макияжем этими продуктами. Отдельное видео о продуктах от макияжа Essence. Ставлю тоже ссылочку внизу. Это белый карандаш для слизистой от Essence. Нравится, пользуюсь. Это хайлайтер. Призматик Rainbow. Кстати, по-моему, элементированное издание. Показывала его в видео. Посмотрите. Ставлю ссылочку внизу. Если понравится, то бегите и покупайте. Потому что потом не будет. Это консилер. Эссенс камуфляж. Не нравится. Ни на прыщики, ни под глаза. Не мое. Зря купила. Это тушь Essence Volume Stylist. Делала в ней отдельное видео. Нравится. Обожаю. Посмотрите видео внизу, чтобы понять, о чем я говорю. И блеск для губ Shine 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 Wet Look в оттенке 11 for a night out. Не совсем мой оттенок. Глядя на него в тюбике, я думала, он будет таким полупрозрачненьким, с холодным батоном. А он оказался очень-очень плотным. Вот таким вот. И это немножко... Немножко не мое. Но может быть, когда-нибудь у меня будет на него настроение. Может быть, нет. Тоже такая покупка. Ну, зря. Последние три вещи осталось. Это... Точнее, замена была. Купила сыворотку для ресниц от Evelyn. Купила без Bio Restore Complex. Но голубенькая мне нравится больше. В следующий раз куплю голубенькую. То есть, буквально замена. Хорошая вещь. Правильная покупка. И такой вот корректор. Вспомнила, что когда-то давно, в молодости пользовалась именно прыщики. Очень нравился. От Belle. В оттенке A1. Сейчас не нравится вообще. Наноситься на прыщики не хочет. Делать это с трудом. Маскирует плохо. Единственное, что он с антибактериальным комплексом. Так что, если какое-то такое воспаление в активной фазе, то хорошо. А так, нет. Как корректор, нет. Не нравится вообще. И последнее. Это расчёточка. Носить с собой в сумочке. Вот такая вот от Kaiser. Зелёненькая. Очень хорошо расчёсывает волосы. Не вытягивает их. Не ломает. Мне нравится. Извините за такое длинное видео. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо тем, кто досмотрел. Я бы сама с вам с удовольствием поставила лайк, если бы знала, как. И увидимся с вами в следующих видео. Напишите мне, если хотите, видео о покупках одежды. Всё. Пока.